Добрый день! Еще совсем недавно мы вспоминали и думали, каким мы будем встречать 2000 год и как быстро пролетели эти 18 лет. И можно сказать, что 21 век отмечает свое совершеннолетие. Зима. Как-то так случилось, что нынешнее время не расположило нас к далеким путешествиям. Иногда, стремясь в страну удалечь, мы не замечаем того, что совсем рядом. И именно это не менее интересно и увлекательно. Вспоминаются слова преподобного Серафима Саровского о том, что Иерусалим и Афон носите в сердце своем. Мы же в последнее время зачастили в Храм Христа Спасителя, где всякий раз новая встреча, новое открытие, новая история. Например, активное участие в возведении храма принимал митрополит Московский Филарет. В наше время образ святителя Филарета Московского и храма Христа Спасителя в Москве обрели черты равнозначной символики, стали воплощением сложной и драматичной истории русской церкви в новое и новейшее время. Святитель Филарет прямо и непосредственно участвовал в создании храма в качестве члена, учрежденной императором комиссии по сооружению храма. По промыслу Божию храм стал местом последнего упокоения святителя. Его святые мощи были перенесены туда из лавры в 2005 году. Создание храма Христа Спасителя продолжалось на протяжении большей части XIX века и воспринималось современниками неоднозначно. Известны были скептические отзывы, как о проекте Константина Тона, выполненном в стиле византийско-русском, так и о самом храме, слишком большом для того, чтобы служить прихазским, но недостаточно значимым с художественной точки зрения, чтобы служить памятником. Однако никто не мог отрицать того обстоятельства, что сразу после того, как храм поднялся на берегу Москвы-реки, он превратился в один из важных образов Москвы, как первопрестольной столицы, вполне соответствуя сложившейся стилистике исторического центра города и Кремля, а также вызывая в памяти воспоминания о Древней Руси. В советский период истории России именно храм стал для новой власти воплощением национальной традиции и потому был снесен. Это событие стало знаковым в отношении церкви и государства. Вот почему и восстановление храма в конце XX века превратилось в событие знаковое, обозначающее новое качество церковно-государственных отношений и иное положение церкви в российском государстве. А митрополит Филарет? Отношение современников к его личности и деятельности также было неоднозначным, как в светской, так и церковной среде. В советский период не только память о нем постарались предать забвению, но даже останки его были потревожены при разрушении предела святителя Филарета Милостливого Свято-Духовского храма в Лавре. И точно так же в конце XX века происходит новое обращение к личности святителя Филарета, причисленного к лику святых, издаются его труды, жизнеописания, ведется изучение его наследия, оценивается значение личности и деятельности для всей истории русской церкви. Сейчас историю русской церкви изучают ученики воскресной школы храма Христа Спасителя. Надо сказать, что их немного. Сегодня в воскресной школе занимаются 60 ребят с самого маленького возраста до полного совершеннолетия. Уже ни одно поколение выпускников есть в воскресной школе. Им знакомы многие залы, переходы, внутренние пространства Храма Христа Спасителя, которые они считают родным. И еще для всех воспитанников воскресной школы близким стала трапезная Храма Христа Спасителя, где после еженедельных занятий они могут пообедать. Сегодня как раз двое из учеников воскресной школы Храма Христа Спасителя расскажут нам секрет русского салата, который в нашей стороне называется Оливье. Сегодня, как вы поняли, встречают нас воспитанники воскресной школы Храма Христа Спасителя. Сколько лет вы ходите в воскресную школу? В семь лет ходим в воскресную школу. Скажите, пожалуйста, у вас имя такое необычное. Ну как необычное? Мы просто от этого отвыкли. Как вас зовут? Филарет. Это в честь? Святителя Филарета Митрополита Московского. Кто же вас так назвал? Родителя. А родители у вас кто? Анастасия и Юрий. А они сами кто? Не священники? Нет. Это так в вашей семье почитают святителя Филарета Митрополита Московского, святые мощи которого находятся где? В храме Христа Спасителя, в этом храме. Поэтому не случайно вы являетесь как бы семьей прихожанинами? Да. Настя, но у вас простое имя. Да. В честь? Анастасии Рюмлинина. Русские люди. Мы когда-то все время любили французское, да? И был такой период во времена Елизаветы Петровны, императрицы, да? В 18 веке, когда мы вообще любили, оглядывались на Францию. И вот из Франции к нам пришел салат под названием... Оливье. А там он называется русский. Да. Приготовим? Да. Как мы его делаем? Мы сначала берем, отвариваем картошку, морковку, куриное филе. То есть отварить надо куриное филе, картошку, соленые огурцы у нас уже есть, да? Есть свежие. Сейчас в магазинах отвариваем морковку и еще у нас сварили яйца, горошек купили. Давайте все режем. Кто с чего начинает? Давайте я с морковки начну. Давай. Настя, ну давай вот эту. Давайте я куриночку. Нравится вам заниматься в воскресной школе? Да, очень. Почему? Потому что здесь мы узнаем много нового. Потому что мы здесь выросли, у нас здесь... Прям в воскресной школе выросли? Можно сказать так, но мы с 7 лет ходим сюда. Да? И вот чему вы научились в воскресной школе? Милосердию, доброте. Научили помогать близким. Ну... А что папа с мамой вас этому не учат? Учат. Тогда что нового в воскресной школе? Закон Божий начали. Мы ходим на службу. Снимаемся. У нас беседа со священниками. Мне сказали, что у вас в воскресной школе очень много паломничества и путешествий. Куда вы ездите? Мы ездили... Мы ездим по святым местам. По псковскому епархию. Угу. И там что посещали? Мы посещали монастыри. Монастыри, источники святые. А для чего это нужно делать? Ну, для того, чтобы получить новую благодать в монастырях, набраться благодати. Набираетесь? Во что в сумке? Во что набираете-то? Картошка там пошла у нас-то. О чем вы мечтаете в этой жизни? Пока вы думаете над этим таким сложнейшим вопросом. Я... Вот порезанный этот огурец, да? Соленый причем. Его надо отжать. Да, чтобы вот этот вот сок, вода, водянистость не попала в наш салат. И вот льется достаточно... Много. Много. Итак, мечты. Здесь такой филологический тост за сбычу мечт. Какие у вас мечты? Ну, чтобы в мире было добро, никогда не было войн. Итак, мы в наш салат добавляем как раз зеленого горошка. Да, его сейчас много. Потом у нас никто, промашка, не порезал вареное яичко. У нас всегда дома спор есть, добавлять ли лук или не добавлять. Вот. Но здесь, видите, не добавляют, потому что лук иногда запах и так далее. О чем вы дома спорите? Вы спорите дома с родителями? Редко. Ужасно. Ужасно в таком возрасте не спорить с родителями. И не отстаивать свою точку зрения. Все-таки мечты есть. Да. Покопавшись, вы нашли их в себе. Итак, о чем мечтает Настя Смирнова? Чтобы с воскресной школы поехать летом в какую-нибудь паломническую поездку. А куда хотелось бы поехать? Ну, в святое место. А кого вы особо почитаете из святых? То, что Филарет, святитель Филарета, я поняла. Да, он столько лет был на московской кафедре. Что сделал святитель Филарет в Москве? По чертежам святителя Филарета Московского был построен алтарь в верхнем храме Рождества Христова, храма Христа Спасителя. Есть ли вот особое такое место, которое вы любите, почитаете? Может быть, икона, святыня храма Христа Спасителя? Куда вот сердце так влекомо? Ну, мощнее святителя Филарета Московского больше всего. А о чем вы молитесь святителя Филарета? Можно вот такое сокровенное сказать? Что вы просите у святителя Филарета, вот этого небесного заступничества, о чем? Ума, доброты, смирения. Получается? Ну, да. А Сергия Радонежского также, ну, хорошо учиться. Вы хотите быть похожим на преподобного Сергия Радонежского? Да. И уйти в лес? Ну, ну. Затвориться? Ну, постижать молитву так же, как он. Будь похожим на своего небесного покровителя, на святителя Филарета, делать добрые дела и творить добро. Мы заправляем, да? И потом будем выкладывать. Вот смотрите. У нас вот горчица придала вот такой вот желтоватый цвет майонезу. Да? Можно помешать. Перемешивайте вместе. А скажите, вот разница между людьми, кто ходит в храм и кто не ходит в храм, вот она ощутима? Она ощущается. В чем? Ну, у людей другие идеалы, другие мысли. Другие-то какие? У вас какие идеалы, вы ходите в храм, какие идеалы у вас? Ну, что нужно постигать, наверное, смирение. Уже готов салат, да? Мы напоминаем, что у нас главное дело было в заправке. Все надо аккуратно порезать. Любые ингредиенты, какие есть. Может быть, не курица, да, колбаса. Кто-то, может быть, любит крабовое мясо и так далее. Вы часто делаете салаты-то дома? Ну, да. Какие же? Ну, разные. Ну, например? Винегрет. Винегрет, прекрасно. Греческий салат. Греческий? Изумительно. Что еще? Как вы дома-то помогаете родителям? Ну, помогаю сидеть с вашим братом. Да? Сколько ему лет? Ему 10 месяцев. А, это он такой маленький? Да. Вы ходите с ним гулять? Нет. Как брат это назвали, если вас Филарет? Федор. Он в честь какого Федора? Федора Ушаков. Да, Федор Ушаков. Святой праведный, воин Федор Ушаков. Да, он был прославлен в 2004 году. И я вам желаю, чтобы вы попали не только куда-то, поехали пополомничать, а именно на берег Волги. Это такое есть местечко богоявления на острову, где родина святого праведного Федора Ушакова, где он родился, совершал свои, в общем-то, первые шаги в храме, и которые вылились в то, что он стал непобедимым адмиралом. И впоследствии вот от всех этих страстей и тягот жизни ушел, оставил этот мир и предпочел конец своей жизни провести в Санаксарском монастыре, где подвязался его родной дядя, тоже Федор. Вот у нас получается, да, вот такой салат мы сделали много, вот красиво. Если листья есть, это всегда красиво. Такое у нас традиционное русское блюдо получилось, да. Ну и квинтэссенции как бы нашего разговора, заключительной частью поздравления. Что вы желаете в эти прекрасные, новогодние, снежные, светлые дни для всех? Счастья, радости, любви, хорошего настроения, чтобы у вас все было хорошо. Прекрасно. Ну и, наверное, чтобы все мечты сбылись. Конечно. Обязательно. Субтитры подогнал «Симон»